Появление на параде победы новой российской техники у некоторых вызвало панику. Если после присоединения Крыма западные разработчики только задумывались, то после парада решили перейти к активным действиям. Дершпигель. Ханс Рюлле, бывший руководитель штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ, говорит о необходимости оснастить танки «Леопард» боеприпасами с урановым сердечником. Уже сегодня при помощи обычных боезарядов немецкая техника не может пробить российскую броню. Так что гипотетически «Армата» будет сражаться не с имеющимися на вооружении танками, а с новейшими вооружениями, которые будут разработаны специально против нашей «Арматы». Новый российский танк весит 48 тонн, в максимальном обвесе — до 53, а его прямой конкурент «Леопард» — 55 тонн, и он худышко по сравнению с американским «Абрамсом». В общем, Россия решила не догонять и перегонять, а сразу пойти в отрыв. «Армата» — действительно пока единственный в своем роде танк. Не только по материалам, электронике, но и по концепции. Заместитель генерального директора ООНПК «Уралвагонзавод» по специальной технике — генерал Вячеслав Халитов. «Мы делаем платформу, адаптированную ко всем системам вооружения. Не составляет труда адаптировать «Армату» и под артиллерийский комплекс, под зенитный ракетный комплекс или под ракетный комплекс «Земля-Земля». Возможности платформы, заложенные конструкторами, позволяют разместить на ней любое вооружение. Одним из недостатков танка считают стоимость — это около 8 миллионов долларов, в то время как «Леопард» стоит 6,5. Разница значительная, но в серийном производстве «Армата» будет стоить дешевле, да и вряд ли такую технику можно делать за бесценок. Заместитель генерального директора ООНПК «Уралвагонзавод» по специальной технике — генерал Вячеслав Халитов. Оборудование «Арматы» позволяет автоматизировать многие процессы, которые раньше приходилось делать экипажу вручную, в том числе и дистанционное управление движением машины. Мы предусмотрели в «Армате» возможность роботизации. А теперь давайте посмотрим на конкурента — нового «Леопарда». Вернее, на танк, который Германия и Франция хотят разработать к 2030 году. Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин. Думаю, что французам и немцам, или американцам, или израильтянам, которые тоже славятся своими танками, и им придется очень тяжело. Во-первых, они точно совершенно уже лет на 15-20 отстают от нас. Во-вторых, даже если они сделают что-то такое же, что сделаем мы, мы сделаем еще что-то к этому моменту. После окончания Второй мировой войны западные страны расслабились, и на Западе бронетехника — далеко не сплошные новейшие разработки. Ведется работа над высокоточными средствами для локальных войн, и осуществляются сверхдорогие проекты, на которых удобно пилить бюджет. Так что даже у немцев, влюбленных в бронетанковые войска, современный Леопард 2А7+, имеет базовую платформу разработки 60-х годов. Дювельт. У немецких танков нет достаточно эффективных боеприпасов, чтобы пробить технологически продвинутую броню передовых российских боевых машин. С 2017 года ожидается модернизация танковых боеприпасов с вольфрамовым сердечником. Но они подойдут только для Леопард 2А7, которых у Германии лишь 20 единиц. Так что нам никуда на новых танках ездить не надо. Хватит учений и выпуска заявленных двух тысяч армат. Европе же надо срочно выделять средства не только на новые танки, но и на новые средства противотанковой обороны, так как старые противоформаты практически бесполезны. Инвестируйте, господа, а мы еще чего-нибудь изобретем. Продолжение следует...